Привет, я Макс, это канал Рыбалкин ТВ Сегодня выбрались на поплавочную ловлю Давай сразу по делу Начнем замес Взял опять же кукурузы Куда без кукурузы Здесь кукуруза тоже рулит Плотвиного добавим Потому что Здесь где мы сидим Здесь где у нас Сейчас установлена платформа с тобой Глубина небольшая Около 2 метров От 1,5 до 2,5 там идут Я уже разобрал поплавочку Чтобы перед тем как устанавливать платформу Посмотреть немного какие здесь глубины Заранее Чтобы куда подкорректировать Так и немного Такой прикормки добавим Есть Обязательно сейчас замешаемся И пробьем через 4 мм сито Чтобы убрать все комки Потому что если будет Ловля платвы То чтобы у нас была возможность Делать такой шарик Чтобы его прям Слабо-слабо сжимать Чтобы он разбивался Прям в воде играл Пылил Вот эту всю бежуху создавал Именно для платвы А там уже дальше посмотрим Какая рыба будет Что получится Самое главное сегодня Это Расчехлить поплавочку И попробовать на нее положить Как я соскучился По поплавку Теперь быстренько Через сито пробьем Вот эти вот все комки Чтобы Чтобы их разбить По монтажу Сразу взял 4-граммовый поплавок Чтобы было лучше видно Чтобы было удобнее забрасывать Если что Перейдем Потому что у меня остальные Все на которые Навязаны были монтажи Они больше спортивные Там очень тоненькая антенка Громовые там поплавки И Будет во-первых На камеру Нифига не видно Во-вторых Первая рыбалка Поплавочная За два года Поэтому решил начать С такой тяжелой артиллерии Вот идут подпаски Двойные Две дробинки Чтобы можно было Если что Их регулировать Идет основной груз Скользящий По краям Зажат Также дробинками Все подогнано Отмерено Огружено Под вот такой вот Так Тихо Не путайся Под вот такой вот 4-граммовый поплавок Вот он 4-граммовый И все Думаю Будет Чики-пики Сейчас Что-то поменьше Глубину сделаю Можно замериться Со специальным маркерным грузом И Ими Промеряешься глубину Можно все пробивать Так Типа Как будет Наш поплавок Превратиться в маркерный Вот То есть можно будет Такую еще Тонкую настройку Провести На пару сантиметров Еще уберем Чтоб он Прям Полностью Рабочее состояние Принял То есть Без подпаска Он Огружается Вот так вот Вот Или Вот эту черную Черную часть А с подпаском Он уже Догружается Вот так вот То есть Вот это вот Расстояние Вот это вот Это у нас игра Получается Подпаска Мне главное Попадать Потому что Здесь идет Прям Не от меня Идет глубина Она идет Дальше там Но в моей ситуации Она идет Слева направо То есть Мне нужно Перед собой Попадать Точно будет Всегда А и кстати Это даже плюс Если глубина Передо мной идет Вот так вот Слева направо О Теперь огрузился Теперь вот он Четко встал Это хорошо Потому что Мы сможем Не надо постоянно Регулировать глубину Или там Подпасками играть Мы сможем Чуть-чуть левее Чуть-чуть правее Кидать И смотреть Как будет Лучше брать рыбу Уже от этого Будет понимание Сейчас будем Лепить Шары Для стартового Закорма Стартовый Закорм Будет С вот таких Вот апельсиновых Размеров Один сжимаю Прям сильно Один слабо Один сильно Один слабо Вот они Вот такие вот Шикарные шары Кукурузу Если что Потом будем Пробовать Добавлять И потом Для До корма Уже После стартов Вот такие вот Либо с грецкий орех Либо вот такие Чуть больше Это шарики Которыми я буду Докармливать И удерживать Уже точку Раскачивать Постоянно То есть Вот это Стартовый Закорм Вот это Или даже Чуть поменьше Это будет Постоянная Докидка Каждые 5-10 минут В точку Для поддержания Клевого Удержания Рыбы Тут Можно Точно так же Делать Один Слабенько Взять Кинуть Сжать Рукой Один Сильно Сжать Сделать Вот такой Шар Прям Плотный Чтобы Указывать Точку Чтобы Прям На самой Точке Был Корм Всегда А которые Слабо Делаем Мы Подкидываем Чтобы Делать Вот этот Шлейф Вот эту Всю Активность Вот эту Турбо Для той же Самой Плотвы А там Дальше Посмотрим Как у нас Будет Ситуация Развиваться Так Погнали Кормить Вот что-то Уже Посерьезнее Наконец-то Пришла Рыба Посерьезнее О Что-то Интересно Интересно Давай посмотрим Ого Есть Вот это уже Хорошая Достойный Экземпляр Вот такая Вот Плотвичка Уже Хорошая Пришла Все Перепутала А Зацепилась Она За Этот Заплавник Есть Все Так Тихо 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 Плыви Все Ну С почином На поплавочку Продолжаем Может Будет Еще Что Поинтереснее Так Ставишь Опарыша Идет Бычок Ставишь Кукурузу Редко Но Плотва Хорошая А вот Небольшой Дождик Начинает Капать Наверное Надо будет Зонт Достать Сейчас Очередная Шикарная Плотвица Принимается В подсак Ой Какая Она Хорошая Правда Она В подсаке Так Дергается Что Все Перепутывает Мне Там Алло Вот Такая Вот И Оторвало Мне Поводок Сильно Резвая Резвая Плотвица Вот Такая Проблема В том Что У меня Подсак Не Поплавочный Эти Грузики В этой Сетке Постоянно Проваливаются И путаются Тут Нужен Подсак Такой Тканевый С мелкой С мелкой Сеточкой Или Резиновый Прорезиненный Тогда Чтобы В него Грузики Не падали В эти Ячейки Да Вот Это Вот Моя Сегодня Проблема Будет И так Начинается Дождик Сейчас Установим Зонт И Продолжим Шикарно Теперь У нас Есть Огромный Огромный Зонт Тут Даже Вот такая Вырезка Под Дудочку Есть Чтобы В дождь Была Возможность Ловить Рыбу Вот И теперь Сюда Можно Будет Сложить Вещи Сейчас Зонт 2,3 метра В диаметре Вот он Вот так Выглядит И сюда Очень много Чего Поместится Ловить Кстати Пробую Опять Извращаюсь Над Кукурузой Режу Ножницами Потому Что Такое Зерно Сильно Большое Для Плотвы Если Ставишь Опарика Там Начинает Этот Бычок Мозги Парить Ну Посмотрим Сейчас Посмотрим Время Покажет Что Как Надеюсь Дождь Будет Несильный И Недолго Покажет Вот такая вот отличная погодка. Продолжение следует... А вот утятки приплыли. Вон мамаша хрюкает, ходит их, учит. Вон, смотри, позвала, подбежали, пошли к ней. Они не боятся. Вот что интересно здесь, вот такие животные разные, там лебеди, утки, гуси. Они себя очень-очень хорошо чувствуют, очень вальяжно ведут, не боятся особо людей. И вот они вышли, она прям, они ее дети вот ходят здесь, хавают, видимо, это их пятак. А она прям стоит и наблюдает, со мной там пытается разговаривать, чтобы я свалил отсюда, наверное. Вот, и они не зашуганы, их никто не трогает, их нельзя трогать. Вот они себе тут двигаются, растут, кушают. Вот он прям ко мне подходит, но я ему прикормку не буду им давать. Нафиг еще что-то случится и... Так, ты давай этот, уводи своих детей, видишь, вот он у тебя пошел в сторону. Да-да, вот, говори ему, чтобы... О, видишь, смотри, быкует, быкует, быкует уже. Вот они, видишь, они прям вообще не боятся нифига. И вот тут что, корм падает чуть-чуть, вот они хавают. Так, у меня там поплавок что-то лег. Ну ладно. Возможно, бычок. Я не буду сейчас, чтобы никого крючком не зацепить, не дай бог. Потому что здесь животные очень сильно о них заботятся, очень сильно их охраняют. И как бы нельзя никакой вред им наносить. То надо будет объясняться, вот эти проблемы начнутся, а они никому не нужны. О, поплавок встал. Видимо, бычок там и таковал очередной кукурузы. Я тут потихоньку делаю, шарики заготавливаю на докорм. Все, поплыли дальше. Ну все, плывите. Все, вы мне тут не нужны. Я на вас посмотрел, вы на меня посмотрели. Все, давайте, газуйте. Спасибо. 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 Вот она. Вот это поменьше, конечно, такая. Опа, я оторвалась. Ну ладно, плыви. Так, чисто кукурузу сейчас насадил, потому что кукуруза, в принципе, отсекает немного этого. Опа, есть. Нет, холостая. Кукуруза немного отсекает. Вот, бычка. И на кукурузу клюет более крупная плотвичка. Конечно, если насаживать опарыша, намного быстрее поклевка происходит. И поплавок сразу под воду уходит. Но на кукурузу зато можно немного отсечь. Вот такая огрузка поплавка. То есть, получается, если рыба будет поднимать поводок под пасок, да, она не будет чувствовать этого веса, хоть он и 4 грамма, да, основные груза там. Он сразу поднимется. Поднимется и выскочит тело поплавка из воды. И классическая поклевка влево-вправо и под воду. В принципе, кончик не такой тонкий. Антенка у поплавка. И мне прекрасно отсюда видно все. Да, у кого плохое зрение, это, конечно, так трудно ловить. Есть специальные поплавки, да, с вот этими круглыми шариками большими, да. Но я считаю, это не по фэншую. Должно все быть максимально тонко настроено, максимально сбалансировано. Вот он, вот она поклевка. Опа. Упустил, не подсек. Засмотрелся в камеру. Смотрю в камеру и думаю, вот давай подсекай. Я, блин, это же и мой поплавок. Да, значит, дернул, видимо, бычок. Вот она, попытка плотвы. Да, да. Плотвичка. Хорошая плотвичка. Хорошая. Хорошая какая. Смотри. Вот она. Сейчас попробую ее так поднять, потому что с подсеком это будет мучение. Тяжеленькая такая, грамм 300, наверное. Вот, оп, оп. Вот она. Вот такая вот плотвичка. Хорошая. Вот прям за краешек губы. Все по фэншую, все как по учебнику. Красота. Сейчас я ее отпущу. Вот на кукурузку. Кусочек кукурузки маленький. Все, плыви. Уплыла. Красота. Блин, ну как вы мне уже надоели. Вы, конечно, хорошие ребята. Интересные. Но не стоит вам здесь плавать. Уже не боятся все. Привыкли ко мне. Мамашке кукурузы кинул. Все. Свой человек. Вот на такой замечательной плотвичке. На такой замечательной ноте. Я хочу закончить сегодняшнюю рыбалку. Сейчас я ее отпущу. Очень резвая плотва, которая дарит эмоции. Сегодня у нас был такой экспресс-выпуск поплавочный на озере. Разведали ситуацию. Теперь будем примерно понимать, что к чему. В следующий раз попробуем где-то поглубже. Где-то что-то посерьезнее. Попробуем совершенно другую тактику. Но на сегодня я прощаюсь. Всем хорошее настроение. Не хвастаем чешуи. Пока.